Всем добрый день, с вами Виктория. Сегодня готовим очень вкусный морковный торт. Сочные коржи в сочетании с грецкими орехами это воплощение вкуса. Такой торт нужно попробовать приготовить хотя бы один раз в своей жизни. Я буду готовить этот торт с кремом пломбир на сметане. Очень вкусный крем, очень рекомендую вам попробовать. Для приготовления коржей нам понадобятся яйца, мука, сахар, растительное масло, морковь, грецкие орехи. Разрыхлитель и щепотка соли. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. Для начала подготовим необходимые ингредиенты. Орехи я немного подсушила в духовке и хорошо их рублю ножиком. Рубите до того состояния, которое вам нужно. Я вот порубила в такую крошку. На мелкой терке натираю морковь. Если морковь у вас слишком сочная и выделит много сока, то предварительно сок нужно будет отжать. Замешаем тесто. В емкость выбиваю 3 яйца. К яйцам добавляю сахар. У меня ушло 180 грамм сахара, половину коричневого сахара и половину белого. Я рекомендую добавлять коричневый сахар обязательно. Он придает очень ароматный вкус тесту. Взбиваем до пышности. Масса должна побелеть и увеличиться вдвое. В тесто добавляю немного цедры лимона и 1 столовую ложку сока лимона. Это по желанию. Некоторые добавляю цедру апельсина, имбирь, корицу. И добавляю растительное масло. И еще раз немного перемешиваю миксером. В другую емкость добавляю все сухие ингредиенты. Муку, соль и разрыхлитель. Перемешиваю. Добавляю сухие ингредиенты в заранее замешанную массу. Перемешиваю миксером. Взбивать не нужно, а просто перемешать до однородности. В однородную массу добавляю морковь. И все хорошо перемешиваю. И сюда же добавляю грецкие орехи. И перемешиваю еще раз. Вот такое по консистенции должно у вас получиться примерно тесто. Посмотрите, оно не слишком густое и не жидкое. Я буду выпекать два бисквита. Один бисквит побольше. Его я разделю на два коржа и другой поменьше. В общей сложности у меня будет три коржа. Формочка у меня диаметром 22 см. Ставлю выпекаться корж в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочно на 45-50 минут. Проверяю с помощью зубочистки. Она должна выйти сухой. Достаю бисквит и даю ему полностью остыть. Приготовим крем. Я буду готовить крем пломбир на сметане. Также его называют крем сметанный заварной. Получается этот крем очень вкусный и прекрасно сочетается с морковными коржами. Для приготовления крема нам понадобится сметана, сахар, яйцо, экстракт ванили, мука, крахмал и сливочное масло. В емкость с толстым дном выкладываем сметану. У меня сметана 30% жирности. Можно брать сметану 20% жирности. Добавляем одно яйцо, сахар, крахмал и муку. И перемешиваем венчиком до однородности. Емкость с кремом ставим на огонь. И не переставая перемешивать, доводим до закипания, но не кипятим. До первых булик. Посмотрите, масса прямо густеет на глазах. Процесс этот очень быстрый, занимает он примерно 4-5 минут. Если вы делаете этот крем в первый раз, то лучше сделать это на водяной бане, чтобы ничего не подгорело. Вот такой след должен оставаться. Значит, крем готов. Перекладываем его в другую емкость, для того, чтобы он побыстрее остыл. Накрываем пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Корж у меня остыл, я его достала. И выкладываю тесто, чтобы испечь следующий корж. Вот такие вот два коржа у меня получились. Один побольше, один поменьше. И больший корж я разрезаю на два коржа. Пока я занималась коржами, крем у меня остыл. Убираю пленку. Размягченное сливочное масло выкладываю в емкость. И начинаю взбивать в течение 4 минут до пышной светлой массы. Время от времени помогаю лопаткой. Затем постепенно, по 1 столовой ложке, начинаю добавлять в масло сметанно-заварную массу. И продолжаю взбивать. Крем-пломбир готов. Получается он очень пышный, однородный и очень вкусный. Вот такой примерно по консистенции должен получиться у вас крем. Перекладываю крем в кондитерский мешок и отправляю его в холодильник для стабилизации на 1-2 часа. Все готово. Приступаем к сборке торта. Посмотрите, какие красивые коржи получились с характерным оранжевым цветом. Выкладываем первый корж, сверху накладываем обильное количество крема и хорошо выравниваем. Далее выкладываем следующий корж и проделываем то же самое со вторым коржом. Что хорошо в приготовлении этого торта, что пропитку для этого торта делать не нужно. Морковка придает много сочности коржам, поэтому пропитка не нужна. И выкладываю сверху третий и последний корж и хорошо промазываю тортик сверху и по бокам полностью. Крема не жалейте, накладывайте побольше, смазывайте пообильнее. Готовый тортик убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. У меня тортик провел в холодильнике всю ночь. И теперь приступаем к любимому моему процессу. Это украшение тортика. Сейчас осень и тортик у нас морковный, поэтому будем использовать осенние цвета, оранжевые. Я решила его украсить курагой, грецкими орехами и веточками рябины. Украшайте на свое усмотрение, используйте свою фантазию. Здесь может быть очень много разных вариантов. Можно сделать красивую декорацию из моркови или других оранжевых фруктов. Можно украсить крошкой из грецкого ореха или просто раскрошить коржи и украсить крошкой от коржей. Сейчас я вам отрежу кусочек торта и покажу, какой он получился внутри. Морковный торт получился очень сочный, нежный, с интересным вкусом и со сметанным заварным кремом особенно вкусным. Подойдет такой торт на день рождения, на Новый год или на любой другой праздник. Очень надеюсь, что и вам он тоже понравится. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. А я вам желаю приятного аппетита и уже вас жду в новых видео с новыми рецептами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!